Комик рай исторический – это край охоты и рыбалки. Вся жизнь здешнего народа была связана с природой. Традиции, культура, быт – всему основой была парма – бескрайний зеленый океан. Распоряжение охотников – миллионы гектаров охотничьих угодий, тысячи гектаров – речной и озерной глади. Прожить в этом суровом краю можно было. Надо было только знать и уметь, как. На севере охотники считались наиболее привилегированным классом, если так можно сказать. Многие купцы, когда приезжали на север, они строили свои фактории, завозили туда товар. И когда заканчивался промысел, охотники приносили добытую пушнину, и за это они получали наилучший товар. Таких товаров многие сельские жители не могли получить. Поэтому охотник он всегда был на счету. Удачливость охотников на промысле во многом зависела от того, насколько опытную собаку он имел. С помощью собак ввелся основной беличий промысел. Их использовали при добыче куницы, соболя и других пушных зверей – боровой дичи, лося и медведя. Собаки – они помощники и пастухам, и охотникам. Поэтому цена собак, да и уважение к собакам было очень большое. Хорошая собака в свое время стоила примерно столько же, сколько и корова, дойная корова. То, как ценил собаку коми-охотник, можно встретить и в литературе. Например, вот некоторые рассуждения героев романа Павла Доронина «Парма Щеломен» в «Сердце Пармы». Собака промысловику – вся жизнь. Хорошая собака в лесу – и глаза, и уши, и круглогодичный заработок. Охота составляла практически единственный заработок сельчан. Хочешь, не хочешь, а приходилось большинству мужчин в селе быть промысловиками, кормить свою большую семью. Большую часть года они проводили в лесу. По многим месяцам в радиусе десятков километров охотники были совсем одни – на пару с собакой. Связь собаки и человека прослеживается уже с древних времен, о чем и упоминают мифы. Бокс начал делать человека, но перед этим взял собаку. Потом, когда человека вылепил, пошел отдохнуть и оставил охранять человека собаку. Брат, противник Йена, Омель, захотел тоже принять участие. Собака, естественно, не дала, а тогда Омель напустил холод, мороз напустил, а собака, она была в бешку, она голая была. Говорит, вот я тебе шубу дам, если ты меня дашь посмотреть человека. Собака получила шубу, отошла в сторону. Омель тогда вывернул человека наизнанку. Плевал там, испортил. Йен, когда пришел, увидел, что человек не совсем такой, какой он был. Ну и проклял собаку. Говорит, вечно тебе жить на улице, и в дожди, и в холод, в дом, чтобы тебя не пускали. Ты будешь всю жизнь охранять человека, и кормить человека, и питаться его обедкой. Как говорит миф, практически сотворение мира, собака неразрывно связана с человеком. Она обречена служить ему, но ей, похоже, это нравится. Она его лучший друг, охранник и кормилица. Так сложилось, что на севере стали культивировать вот такую породу, как лайка. Чем она отличается от других пород? Но прежде всего, она очень хорошо приспособлена до северных условий. Она хорошо одета, может переносить любые климатические условия. Даже в суровый мороз она может свернуться клубочком, прикрыть хвостом носа и спать на снегу. За счет того, что у нее очень хороший шерстный покров. Она достаточно небольшое количество пищи принимает и становится работоспособной, выносливой в течение всего дня. Зайна любишь, молодец, да. У меня получилось так, что пришлось какое-то время подержать в квартире, и я решил, что надо строить себе дачу и держать собак в нужных условиях. Андрей Артемов ради своих собак перебрался из города поближе к природе. Охотник очень уважает своих трех русско-европейских лаек. Они и в лесу зверю уйти не дадут, и на конкурсах выигрывают. На самом деле, конечно, этих собак желательно подержать на природе, на свежем воздухе постоянно. То есть лучше они себя чувствуют, лучше у них обмен веществ. Ей нужна свобода, потому что собака, которая в квартире сидит в комнатной температуре всю зиму, потом она выходит весной на рыбалку, у нее начинают судороги, еще что-то, и сразу хозяин гонит в холодную воду, достань ему утку, сам-то не пойду, достань. Щенков этим я дома их не держу. Я делаю для собаки теплую будку утепленную, и щенки здесь в любой мороз вместе с собакой вырастают. Зло, что у нас у собак-то, у охотничьих рассматривается, это, в общем-то, это злобность к зверю. Как правило, они на людей-то как бы не реагируют особо. Вот, если, конечно, ее посадить на цепь, то, конечно, она будет такой, это уж точно. Вот так, ну, тут просто уже немножко ломается психика, я так думаю, собак, и поэтому не стоит этого делать. Есть другие собаки для этих целей. На данный момент в России вывели четыре основные заводские породы лаек – карело-финскую, русско-европейскую, западно- и восточно-сибирскую. В современных лаеках сконцентрирован труд многих поколений. Раньше разновидностей лаек было гораздо больше. Они зависели от различных природных условий региона, характера труда, традиций местного населения. Князь Ширинский-Шихматов писал, что разновидностей лаек существует столько же, сколько существует народов на севере. В коме-крае были зырянские лайки. В коме-зырянская лайка практически мало чем отличалась от лайок других регионов. Это были остроухие собачки, среднего роста, хорошо одеты, способны были приносить любые суровые условия, очень привязаны к своим хозяевам, смелые собаки. Они готовы были встретиться с любым зверем. Описание зырянской лайки можно увидеть в трудах князя Ширинского-Шихматова. Российский государственный деятель, статский советник, кинолог Ахатовед. В 1890 году он отправился в путешествие по отдаленным уголкам России. Изучал местных лайек, делал замеры, описывал их. Итогом этой Одиссеи стал альбом северных собак. Сборник фотоснимков с классификацией пород. Он не только экспедицию создал, приехал, описывал, но он еще и сумел как-то фотографировать этими старыми, допотопными фотографиями. Делал много снимков, где-то порядка 20-30 снимков. Это он не первый, конечно. Про зырянскую лайку знали давно. Еще там, из запамятных времен, Шихматов приехал, уже зная, что есть такая зырянская лайка. Он даже примерно знал это описание. Но ему хотелось вот именно действительно самому это все увидеть, описать, сделать полную характеристику. И вот самое главное, с чего никто никогда до этого не делал, сфотографировать. То есть раньше что делали? Просто описывали там. До этого описания было сложно понять, какая это собака. Ну, сложно описать собаку. Ну, черный, белый, вот и все. Фактически ничего. Ну, среднего роста. А что такое средний рост? Опять-таки непонятно. А тут уже фотографии, уже все есть. Ну, или там кто-то рисунки делал, помню. Ну, рисунок и тоже не художник. Ну, рисовал там, токонка не видно ничего. Так что Шихматов к этому подошел, очень даже профессионально. Так, по Ширинскому Шихматову, зырянская лайка легка, борзовата, обладает тонкой мордой и узким черепом. Луха очень острая, стоячая, посажена близко друг к другу. Основным преобладающим цветом следует читать черный с подпалинами. Цвет глаз исключительно коричневый и темно-коричневый. В зырянской лайке были присущи хорошие обоняния, зрение и слов. Звучный и доносчивый голос, настойчивость и упорство при поиске, слежке и облаивании. Охотник, когда шел в лес, прежде всего кормил собак. И отец мой говорил тоже, дома ты кинул что-нибудь там еду, и нормально, а в лес пошел, ты, говорит, в первую очередь покорми собаку, а потом едешь сам, потому что, ну, без собаки в лесу, если заниматься еще и профессиональным промыслом, то там практически делать нечего. Однако, если собака не оправдывала надежд, с ней особо не церемонились. Если вот молодая собака сука или кобель, это не имеет значения. Если она не начинала так же работать, как мать, уверенно, быстро, находить, точно облаивать, он ее просто домой уже не брал. И вот сцеливали, хуру снимал и приносил на унты себе. Безжалостно отбор шел по рабочим качествам. Если верить коме-мифологии, хозяин, решивший избавиться от собаки, ни в коем случае не должен делать этого собственноручно. Собака и конь, которых хозяин обижал, не будут пускать на тот цвет. На том свете они будут вставать через речку, которую нужно перейти, по жердочке душа переходит. Вот они будут стоять и сопротивляться. А если охотник убивает свою собаку сам, собственными руками, то считалось, или вообще в роду этого охотника собаки держаться не будут. Кто-то говорит, что до седьмого колена не будет держаться, а кто-то до четвертого, но во всяком случае очень долго не будет собак. То есть он может новую собаку взять, дети его могут, внуки. Вот эти собаки очень быстро будут или пропадать, или гибнуть, то есть держаться не будут. В любом случае, даже если собака покалечена или сильно болеет, собственными руками нельзя трогать или кого-нибудь попросить, да так, чтобы самому не видеть, не присутствовать к этому. Так как лайка являлась источником достатка семьи, охотники очень боялись сглаза. Поэтому на людях было не принято собаку хулить или хвалить. Можно, конечно, погладить, но прилюдно, но нежелательно было. Хула и хвала не одинаково опасны. Когда нос сухой и горячей у собаки, лаять перестает, реагировать, есть перестает. Ну, предполагают, что вот испортили. Потому что лес, промысловая деятельность, это всегда конкуренция. Женщинам на пси нельзя перешагивать через орудия лова, через сети, ружье. Тем более, через собаку считается, что после этого это может испортиться. Там уже сложные идеи о сакральной нечистоте. Когда собака испорчена, лечили разными способами. Могли щучьим зубом проколоть нос. Кровь немножко выдавливали. Читалось, что нечистая кровь выходит. Та часть крови, в которой содержится порча. Или окуривали, как любую снасть. Такие самые охотники, допустим, когда чувствовали, что что-то не идет, не получается. Костерок беловидный большой, из можжевельника, заставляли перепрыгивать собаку. Хороших собак не продавали, хотя цены на них были весьма высоки. Порой за эти деньги можно было купить нескольких коров. Обычно же продаже подлежали лишь щенки. И как их правильно выбрать, у коми-охотников существовала целая наука. В романе Василия Юхнина «Алая лента» главный герой много лет среди множества щенков искал будущую промысловую собаку. Вот небольшой отрывок романа. Степан открывал рот щенка, смотрел на небо, считал, сколько там бороздочек. Чем больше изорваний они были, тем дольше он осматривал щенка. Смотрел на задние лапы, не кривые ли они, как быстро сможет бегать собака. Длинные ли ногти, есть ли мизинец, во время заморозков он дает о себе знать. Изучал голову, не короток ли нос, самое главное для собаки. Если нос короткий и толстый, чутье слабое. Не коротки ли уши, что говорит о ленивой собаке. Если под щеками усы, то какие они? Обладатель торчащих вперед усов обычно бывает злее. Потом брал собак за шиворот и подвешивал над полом. Если слабо кричит, опять отбраковывался щенок. Ну это, кто всех больше пищит? Ты вообще спишь на ходу, да? Щенятами, которые уже открыли глаза, делал вот что. Одевал наизнанку свою одежду, вставал на четвереньки и рыча набрасывался на щенка. Хороший щенок от такого зверя не прятался, а начинал лаять и злиться. Щенков кладли на табуретку, на скамейку. На табуретки они, значит, начинали крутиться, возиться и так далее. Делали очень ленивые, которые просто лежат. Ну то есть, как бы так не очень. Собаки, некоторые щенки падают с табуретки, то есть до края доходят и падают. Таких тоже выбраковывали. А вот если щенок был четырехглазым, его сразу оставляли. Дальше никакой выборки он не подвергался. Четырехглазыми собаки считались потому, что у них над глазами были два белых или темных пятна. Считалось, что такие собаки, благодаря таким своеобразным локаторам, обладают особым чутьем, способны видеть всевозможных духов и оберегать хозяина. Если что-то там не нравилось, охотник себя неуютно чувствовал, необъяснимый страх какой-то появлялся, тревожность. Ну, в этом случае оставили на пыль собаку и смотрели между ног. Считалось, что между ног можно увидеть там какого-то приборя, нечистую силу, что-то вот как-то противостоять. Когда ему было один год, я его взяла в село Керос, привязала к онуре. Вечером соседский охотник подошел, посмотрел на собаку. Вот и говорит, зверевая собака, такая собака, да еще четырехглазая. И начал меня сразу просить. А у него как раз собака год назад умерла. И он раза три приходил, все, у меня просил эту собаку. Говорит, мне он нужен на медведя. Я, конечно, не могла дать, это мой друг. Четырехглазый пес Кучум Людмилы Королевой очень популярен. То выкупить его хотят, то в очередной раз фотографируют. Сама хозяйка-краевед отмечает большую доброту собаки к людям, немногословность. Ее удивляет то, что собака легко помогает хозяйке снимать стресс. А также то, что на прогулках с собакой всегда происходит что-то удивительное. Он потащит туда, там вот связка ключей лежит, два раза находили. И вот это сдавали милицию, потом хозяева нам встречались, и нас благодарили за эти ключи, что нашли. Через вот эту собаку получается очень интересная связь. Подходят иногда люди, иногда расскажут про свое житье, бытие. А с другой собакой, с Альмой, уже такого нет. Но в лесу себя он, конечно, ведет совсем не так, как в селе. В лесу это как напряженная пружина, это все слышит, как ее звук и все реагирует, как-то необычно себя ведет. Разных историй рассказывают охотники много. Значит, здесь что-то есть. Селенившера рассказали, что если, скажем, ячмень на глаз появляется, это считалось у них порчей. Они свежеиспеченный хлеб прикладывали на глаз, на ячмень, а потом обязательно скармливали четыреглазые собаки. Порча эта очень быстро проходила. Не только про четыреглазых собак в коме идут разговоры. В Тибете в книгах написано, что четыреглазые собаки, они никогда не спят. Вот когда собака спит, белые точки-то не закрыты, они открыты. Верих, который побывал на Тибете, это величайший художник того времени. Говорил, что через эти две белые точки, лишние два глаза, собака видит в человеке его хорошие, дурные мысли. Вот таких случаев разных рассказывают, конечно, много. Сейчас наблюдение за внешними признаками щенка заменил его паспорт. Кинологи изучают родословную щенка. Просчитывают целые комбинации для его скрещивания. А родословная сейчас составляется на каждую породную собаку. В каждой родословной собаке четыре ряда предков. Первый ряд – мама и папа, потом бабушка, дедушка, отец и мать, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. У людей нет таких данных, как есть у собак. У нас на каждую собаку сейчас четырехколенная родословная обязательно. Сейчас кинологи именно так выбирают. Они уже видят, кто из предков препотетный, кто в себя передает, кто, наоборот, не передает. Таким образом подбирают не только по рабочести, по экстерьеру, но и в том числе надо это учитывать обязательно, что при таком-то сочетании может пристрелить такой-то, скажем, предок, какой-то дедушка или даже прадедушка, или, например, прабабушка. Кинология, селекция – это сложная наука, этим должны заниматься специалисты. Если бы это так просто, то взяли мы красивую сумку, провязали красивым кабелем, у нас были бы красивые дети. Не все так просто. Пристрелить могут их предки. Этим уже занимаются много-много лет специалисты, и у них бывают ошибки. Заводчики тоже не остаются в стороне. Они не просто отдают щенят в хорошие руки, но и следят за их дальнейшей судьбой. Они должны вывести мать в элиту. Диплом от них надо, чтобы они первый, второй, два вторых. Все, мать уже будет в элите. Все зависит, элита зависит от щенков. Только от щенков, не от мать. Мать пускай хоть работает отлично, хоть как работает, Но пока потомков не дадут диплом, элита она не вынет никак. Не менее шести потомков вынет, чтобы они имели первый диплом. По белке, или вот сейчас проходные, там белка, глухарь вот такие, раньше медведь, а кладон. Но вернемся к нашей зверянской лайке. В селах в каждом дворе было по собаке, а порой и по несколько. Все они содержались на воле. Но смешение породы не получалось. Кроме лайки, никакой собаки нельзя было заводить на территорию республики. Почему? Потому что лайка, она как бы сохранялась в чистоте. Какие бы собаки ни были в деревне, там были все лайки. Многие охотники, кобелей, они старались посыживать. Для того, чтобы они не отвлекались во время охоты. И оставляли в деревне там одного, двух, ну может быть трех кобелей, которые бы могли использовать как производители. И какая бы собака, когда у нее течка началась, не погуляла, охотник знал, что щенки будут получены от лайки. До революции это все соблюдалось свято. И когда у нас в Нюфчиме начали развивать чугунолитейное производство, и были приглашены мастеровые люди из центральных областей, где уже эта промышленность была развита, то эти люди обратились к императрице с разрешением завести собак гонщих пород на территорию республики. И был специально царский указ, где было разрешено в отдельных районах завозить породы гонщих собак. Вот как было строго. К сожалению, сейчас аборигенных, то бишь исконных, зырянских лаек не осталось. В годы советской власти, когда началось промышленное развитие нашей страны, со всей России хлынул в коме мастеровой народ, а вместе с ним различные породистые и беспородные собаки. За таким огромным потоком было уже не уследить. В деревнях, где люди привыкли к вольному содержанию собак, сохранить чистоту породы зырянской лайки не получилось. Из-за смешения различных пород получились так называемые двортерьеры. Однако не стоит расстраиваться. Кровь собак нашего края не угасла. Зырянские лайки своей выносливостью и работоспособностью всегда привлекали кинологов со всей России. Они не раз приезжали в нашу республику и вывозили щенков, чтобы использовать их в заводском разведении. В 1945 году в Помозинский район приезжали в командировку специалисты из Москвы, эксперты, и они вывезли черного-белого окраса щенка зырянской лайки. Звали его музгар. И его повязали, этого кобеля, с западно-сибирской лайки Питюх-2. Так звали эту лайку. Она была серого окраса, более растянутая, ну, как типичная мансийская лайка. Щенки родились из этого помета, все черные с белым, как музгар. И чтобы закрепить вот этот черно-белый окрас, Путика и Помку, брата и сестра из этого помета, повязали между собой. Как бы закрепили. Это называется близкий имбридинг. Близкий имбридинг нужен исключительно в таких случаях, когда нужно что-то закрепить. Либо рабочие качества хорошие, либо экстренерные какие-то качества. И опять родились все щенки черные с белым. И они разошлись по стране. Если сейчас мы посмотрим родословную русско-европейскую лайки, любой, То где-то в самом начале родословных мы обязательно увидим музгара. Потому что от него, по сути дела, и пошла русско-европейская лайка. Зверянскую лайку можно смело назвать родительницей русско-европейской лайки. Следовательно, и русско-европейскую можно назвать нашей. Жесткий отбор по рабочим качествам дал о себе знать. Упорство и сообразительность лайкам перешли по генам. Настолько сильные врожденные качества, что ей достаточно самой побывать в лесу. И она многому сама учится. Научить собаку на диване дома ничему нельзя. Это первое условие. Чтобы научить собаку, нужно чаще бывать в лесу. Она же, когда молодая собака, она сама бегает. И вдруг из-под носа у нее белочка выскочила. Ну что же ей делать? Она, конечно, в азарте прыгает, залает в таком. Вот, вот, первая встреча. Это уже. И теперь она уже знает, что это белка. И она теперь ищет. Не просто бегает по лесу. Она запомнила запах, оставленный от белки. Она зрительно уже увидела. Она услышала, как когатками поднимается белка. А у них такой характерный. И если она уже теперь бегает по лесу и услышала, как когатками поднялась белка, даже не видит ее, она тут же бросается к этому дереву и начинает смотреть. А потом охотник только шлифует эти качества. Отстрелять обязательно нужно. Вот после первой встречи со зверем. Вот особенно боровую дичь. Ну, это уже все. Это венец. Если собака облаяла, да из-под ее лая добыли зверя, да она еще его немножко так и охватала. Она уже почувствовала и запах, и все. Да ей потом еще лапку отрезали и дали, как награду. Все. Считайте, что это уже первый урок уже сделан. И она потом бегает по лесу и ищет, где этот запах, где этот боровай дичь. Ротя, например, что делаю? Я вот с самого детства их начинаю наганивать, например. Я их гоняю за машиной, там, например. День по нескольких километров. Я там заставляю их плавать, там, что-то еще. С ними хожу на прогулки, там. Только увидим, например, след. Вот, смотрите, этот след-то вот. Они нюхают, один из них рисовываются. Ну, примерно так. Это еще самое, как говорится, сочинячество. Ну, и потом, конечно, идешь на охоту с ними, там, что-то подстрелишь, дашь понюхать. Есть, конечно, такие собаки, отрицать не буду, которые практически вот с вольера первый раз взяли, в лес повели, и они заработали. И такие собаки встречались раньше чаще, сейчас много режут. Ну, это, конечно, гены. Держать это сложнее, много сложнее. Но здесь как раз все в генах. Тут уже ничего сделать пройти невозможно. Единственное только, что мы можем, это, скажем, притравливать на нашей станции вот по этому медведю. На комик притравливать вот. Мы там, конечно, все-таки не отбираем. То есть мы смотрим, собака это может работать на медведя или не может. Ну, обычно пара водится, например, в двери, они вот друг друга понимают. Кто-то там спереди зашел, кто сзади атакует. То есть друг друга поддерживают, спасают, вручают. То есть они должны быть сработаны. Я натаскивал всех собак. Когда собака взрослая рядом, они, конечно, смелее себя ведут. Того же, скажем, панкура я натаскивал с агатом. Агат, он тоже, вот, кстати, из этих серий медвежатников, так сказать, врожденных. Да, они вдвоем, еще в полугода он начал там медведя, там, хорошо облаивал, там, мы его добыли. Ну, в общем, так примерно и пошло. Вот она, страсть и зародилась. Тим сейчас сидит, вот, в 13 метрах. И он сидит у нас сейчас на юго-западе. А туя, вот, туя сейчас бежит. Она в 10 метрах. Она находится у нас, скажем, где-то ближе на восток. Это датчик, который передает информацию вот на этот прибор. То есть он записывает трек, как бежит собака, где находит собака, на каком расстоянии. Я уже не потеряю эту собаку, я ее всегда обслеживаю. Ну, всякое бывает. Ну, сам, вы увяжутся, например, за зверем. И считай, попала собака. Охот становится более продуктивной, особенно на зверя. В данном случае я даже на прогулках выпускаю только с ошельниками. Ну, всякое бывает. Друг убегут куда-то. Там беспокоишься, где они, чего они. Современная техника, снегоходы, навигаторы, оружие – все это существенно облегчило жизнь охотника. Но неизменным фактором удачи осталась лайка. С момента зарождения охоты и по сей день с человеком верная, бескорыстная и готовая отдать за хозяина свою жизнь собака. Субтитры создавал DimaTorzok